Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. Это подкаст «Верю, не верю», в котором мы разбираемся в популярных практиках самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект невозможен без экспертов. И сегодня у нас в гостях основательница астрологической школы «Одиннадцатый дом» Катерина Дятлова. Катерина, здравствуйте! Добрый вечер! Сегодня мы будем говорить об астрологии. Это система знаний, о которой, мне кажется, слышал каждый из трактовых знаков зодиака, тестов на совместимость по знаку зодиака, по гороскопам. Но общего представления, мне кажется, ни у кого нет. Можете, пожалуйста, раскрыть, что же такое астрология и на чем она основывается? Астрология — это дисциплина, оккультная дисциплина, которая основывается на чтении символов в гороскопе. Она основывается на 5000 лет, это ей в сумме, в принципе, 5000 лет до нашей эры, то есть уже даже больше лет ей. Она основывается на многотысячелетних наблюдениях наших предков, вот так можно сказать, за циклами планет. Они наблюдали очень длительное время, как влияет постановка планет относительно друг друга и относительно нашей планеты на ситуации. Они пытались трактовать явления, то есть небесные явления, чтобы понять, как предсказывать погоду, как предсказывать какие-то там урожай, не урожай, как предсказывать царям жизнь и смерть и государством, соответственно, какое-то развитие. То есть изначально это не была астрология личности, а это была астрология урожая и астрология погоды, астрология государства. И потом уже чуть позже они стали думать, что, наверное, простые смертные тоже имеют право на какие-то привилегии, так скажем. Стали анализировать и людей с точки зрения расположения планет. А за поле координат у них были неподвижные звёзды, то есть с их точки зрения. Тогда это так называемая геоцентрическая система, где с нашей точки зрения всё вращается вокруг нас. То есть все небесные тела рассматриваются относительно нашего положения. И, соответственно, также рассматриваются движимые тела планеты. Планета переводится как блуждающая, потому что она с точки зрения нашей движется на фоне неподвижных звёзд. И вот, собственно, разрисовали, так сказать, карту звёздную, небо, поделили на так называемые созвездия, ну, можно сказать проще, как штаты, поделили как бы на какие-то такие области неба. И относительно этих как бы областей они видели, что вот Солнце движется, и под той же самой траекторией движутся остальные планеты. Вот, вслед за Солнцем. Соответственно, они решили, что надо как-то этот путь выделить, вот путь этих планет, и назвали его эклиптика. Эклиптика — это так и переводится как путь Солнца. Вот, и заметили, что Солнце движется не хаотично по небу, вот, ну, не скачет вверх-вниз, да, но движется по определённой траектории. Эту траекторию заметили, что это на фоне определённых зодиакальных созвездий. Ну, и, собственно, это и стало кругом зодиака. То есть это было не все 88 созвездий они туда включили, а именно вот эти 12. И стали анализировать, ну, на самом деле это были, конечно, нереальные созвездия. Реальные созвездия от нас слишком далеко, и, конечно, свет до нас уже доходит, может, они там уже все перегорели, так сказать, но свет доходит с опозданием. И, тем не менее, расчерчивали они основу, просто отталкиваясь от их расположения с нашей точки зрения, расчерчивали небесную сферу. То есть такой кружочек вокруг нас, как бы, атмосферы. Вот они её и, собственно, расчертили на 12 частей, отталкиваясь от этого звёздного неба. Вот, ну, и, собственно, так и анализировали, наблюдали, предсказывали вначале какие-то по затмениям явления. Первый раз, когда столкнулись с наблюдением, что как-то влияет это на людей, а не только на погоду, грубо говоря, потому что они, благодаря этому расчерчиванию, изобрели календарь, да, и на 12 месяцев. Вот, и потом они уже, соответственно, могли ориентироваться, когда зима наступит, когда лето, когда урожай. И, следовательно, могли предсказывать там какие-то вещи. Ну, засухи, не засухи. И потом они стали замечать затмения, страшно боялись этих затмений изначально. Ну, то есть астрология возникла, чтобы объяснять себе необъяснимое в том числе. То есть не только предсказывать что-то, но и то, что тебя пугает объяснять какой-то, ну, так скажем, логической цепочкой. И потом уже начали, соответственно, анализировать затмения, циклы, их цикличность, повторяемость. Около пяти затмений в год обычно происходит, кстати, скоро одно из них. И, соответственно, заметили, что на определенном цикле затмений умирало по одному какому-то там вавилонскому царю. И стали, и предсказали, это до сих пор нашли историки эти записи, можно найти на ютубе там информацию, что вот они предсказали таким образом какому-то вавилонскому царю смерть, и действительно он умер в очередное такое затмение. И с тех пор все поверили, что на людей это тоже имеет влияние. Ну, как бы, как кажется, что это стихор, возможно, они и раньше, то есть то, что нашли пока что на этот период. Не помню, как его звали, этого дядьку. Ой, извиняюсь. Вот. Такая ситуация. Ну, если я ответила на вопрос, могу еще продолжить. Да, спасибо большое. Спасибо. Отлично. Тогда следующий вопрос. Есть несколько течений астрологии. Расскажите, пожалуйста, каким занимаетесь вы, и как вы относитесь к другим течениям? Я занимаюсь западной астрологией, и я очень уважительно отношусь и к китайской астрологии, и к ведической астрологии, нашему главному конкуренту, который нас все время поносит. Вот. Не любят нас ведические астрологи, не любят Запад. Но мы тоже не отличаемся, как бы, в большинстве своем мои коллеги не отличаются толерантностью. Дело в том, что мы разным немножко. Мы начали с одной точки, а ушли в два разных, в две разные стороны совершенно. Так получилось, что в ведической астрологии в ней очень много интересных трактовок, которые западной стоило бы рассматривать. То есть она действительно такая традиционная, древняя. Западная чуть помоложе будет. То есть, хотя они вот плюс-минус там параллельно развивались. Западная развивалась на территории Месопотамии бывшей. Сейчас это Египет, это, ну, рядом с Грецией, это средняя. Кстати, я сейчас нахожусь на Кипре, в самом центре практически бывшей Месопотамии. Вот. Принесла судьба, так сказать, прям в центр астрологии. Ну и, собственно, здесь также какие-то... Иран, по-моему, туда тоже относился. Персия бывшая и так далее. И, собственно, а ведическая астрология развивалась параллельно в Индии. Ну, то есть, на самом деле, все пытались сделать какой-то такой календарь. Каждый по-своему. У майя был свой календарь там, ну, в общем. И начали, соответственно, у ведической астрологии многое осталось так, как было прежде. У западной претерпевало изменения. Вот у нас открыли Уран, открыли Нептун, Плутон. Западная астрология, современная, по крайней мере, стала включать это всё в анализ, да, в рассмотрение. Пыталась идти в ногу с астрономией, быть, ну, как бы якобы научной. Хотя ей до научности, конечно, всё равно далеко. И, соответственно, ведическая, она не захотела включать эти новые объекты, и она придерживалась старого взгляда. Но при этом почему-то для чего-то начала следовать за прецессией, что тоже считается как бы, ну, странным, раз она, почему она не осталась. Прецессия — это такое явление, когда Земля в процессе вращения вокруг своей оси отклоняется от этой оси в сторону. И созвездия с точки нашей, с точки зрения, начинают тоже отклоняться. И как бы Солнце оказывается сейчас вот с точки зрения ведической астрологии не в Стрельце, а с точки зрения Ведики оно на знак Зодиака раньше, по-моему, оказывается. То есть на 24 градуса раньше. То есть оно в Скорпионе сейчас. То есть они стали учитывать это отклонение. А это отклонение — это как юла, когда вот вращается, и вот она, у неё вот этот кончик, да, он делает, описывает свой круг. И вот, собственно, это и называется прецессией. Но зачем её учитывать, если она через 25 тысяч лет обратно встанет? Это первое. А второе, то есть она опишет круг. Как раз по ней предсказывают эры. Вот эти по 2,5 тысячи лет, они примерно длятся, эти эры. Вот сейчас вот скоро наступит эра Водолея. Некоторые астрологи считают, что она уже наступила, но по факту она наступит в 2150-м каком-то там году, то есть с примерным расчётом. Вот. Ну и ведическая астрология, она решила, что надо следовать за этим отклонением и тоже менять, соответственно, ну, знать из Диака. А мы не следуем Запад. Почему? Потому что мы как... Мы расчерчивали не созвездия. У нас знаки из Диака и созвездия – это вообще две разные совершенно вещи. То есть созвездия – это просто точки опоры были изначально, которые мы ориентировались, чтобы расчертить вот этот небосвод. Да, то есть мы не созвездия расчерчивали, а небосвод. Это немножко разные вещи. То есть небосвод – это лишь окружность вокруг Земли такая, ну, как бы иллюзорная, можно так сказать, чтобы ориентироваться морякам, тем же там, я не знаю, и так далее, календарям и прочему. У нас точка, у нас начало с Диака начинается с точки весеннего равноденствия, то есть когда Солнце в ноль градусовно входит, это точка весеннего равноденствия. То есть у нас ориентация на вот эти сезонные процессы, на точки четыре основные равноденствия две и, соответственно, солнцестояние две. А Ведика, она выбрала, что нужно реально за реальными созвездиями бегать по гороскопу, и это, на мой взгляд, странно, потому что есть такое понятие, как параллакс звезд. Они тоже, оказывается, немножко движутся, вот, а это не учитывается. Во-вторых, они не учитывают размеры созвездий. То есть раз уж вы хотите быть прям вот астрономически точными, то почему бы вам тогда не понять, что созвездие Дева занимает половину гороскопа по сравнению с другими созвездиями. Но они решили, что надо тоже по 30 градусов, как у нас это все делать. Вот, ну то есть очень много противоречий, ну какой-то такой. При этом они себя считают более научными, то что вот они, значит, двигаются за прецессией. Но также звезды тоже могли погаснуть давным-давно, и до нас свет просто доходит. У нас, в общем, мы созвездия, мы к ним отношения прямого не имеем. Мы занимаемся исключительно вот этим календарем нашим, так скажем, да, который на самом деле, ну, помогает нам как поле координат отслеживать какую-то цикличность. И, соответственно, создавать какие-то трактовки на этом основании повторяемости. Вот, в принципе, в этом разница. А так, в ведической астрологии много чего интересного, и, в принципе, какие-то сами трактовки вот этой древности, и у них такая древняя хорошая система есть, аспектов, которые лично я использую в западной астрологии. И там есть такие дома, они используют. В общем, там есть чем у них попользоваться, так скажем. То есть нельзя отвергать полностью, я считаю, эти вещи. Но вот некоторые нюансы, конечно, удивляют. Спасибо большое, очень интересно, на самом деле. Тогда следующий вопрос. Астрология сочетает в себе математические вычисления и вербальные трактовки. И, исходя из этого, насколько точной мы можем назвать астрологию, и зависит ли точность от профессионализма астролога? Ну, значит, точно её назвать точно не получится. Смотрите, дело в том, что каждый... Это как язык. Можно сравнить это с китайским языком, например, когда у каждого символа есть 250 значений, с каким бы... ну, в зависимости от того выражения, с которым ты его произносишь, этот символ. И там можно очень по-разному это истрактовать. И вот то же самое в астрологии, к сожалению, она именно языковая такая тема, что... Да, во-первых, ты должен быть профессионалом. Во-вторых, есть некоторый субъективизм. Даже когда ты в английском говоришь какую-то фразу, ты всё равно подбираешь какие-то разные слова. Там есть, конечно, определённые правила, но, тем не менее, каждый выражается по-своему. И здесь то же самое. То есть... ну, самое главное, чтобы астрологи своими разными-разными трактовками приходили в одну точку. Это самое главное. Вот. И, конечно, это всё опыт такой, эмпирический, так скажем. То есть познаётся на практике, на собственных исследованиях, и, конечно, куча субъективизма. То есть ты всё равно пропускаешь через себя. Вот даже если ты пользуешься таким инструментом психологическим, как какие-нибудь психологические игры, маккарты, то, что сейчас современные психологи используют, они тоже всё равно трактуют, это субъективно всё. Трактуют какую-то карту, они всё равно пропускают через свои какие-то установки. Даже если ты придёшь к психологу, он субъективен в любом случае. Ну, нельзя растождествиться со своими собственными какими-то взглядами на мир полностью. Поэтому тут важно выбирать проводника для себя. То есть выбирать того, кто тебе созвучен, чтобы приходить к нему. И поэтому назвать астрологию точной тоже не очень-то получается. Есть прогнозирование, так называемое у нас. Оно действительно основано на некоторых математических, в том числе, расчётах. То есть скорее на цикличности, опять же. И здесь, да, здесь место точности есть, а трактовки опять очень вариативны. И опять от опыта этого астролога и зависят. Так что наукой нам, к сожалению, скорее всего, не стать. Но польза от этого определённая, я считаю, всё-таки есть. А скажите, пожалуйста, тогда откуда берутся основания для трактовок в астрологии? То есть, допустим, про кельцов мы можем прочитать, что они любят роскошь. А это знание появилось откуда? Из наблюдений мифологии или откуда-то ещё? Да, совершенно верно. Это всё мифология, во-первых. И мифология, она не просто так выстраивалась. Это, ну, как какие-то посылки от коллективного бессознательного, как говорил Юнг, что людям снились одновременно, ну, там, по записям, одинаковые сны на тему трактовки затмения. Всем снилось, что солнце глотает какой-то либо червяк, либо крокодил, либо какая-нибудь ещё там абра-козябра. И они все сочиняли на этой почве легенды. То есть, были такие наблюдения вот у психологов, у Юнга, который изучал символизм снов. И, в принципе, они приходили к выводам, что что-то люди, видимо, брали откуда-то, из какого-то источника, который их объединял, эти представления были в чём-то едины. Ну, и, конечно, они основывались ещё и на погодных явлениях. То есть, например, Овен, да, он первый весенний, то есть, точка весеннего равноденствия считается рассветом природы, когда природа начинает заново перерождаться, то есть, раскрываться, и как бы новая жизнь начинается после зимы. Овна трактуют как воина, который только что вернулся с войны. Это значит, что позади у него страшная зима осталась. Он выжил один-единственный. И ему предстоит начать отрезать от деревьев старые ветки, запожухлые зимой, для того, чтобы расцвело новое. И вот Овен связан с отрезанием прошлого и вхождением в новый цикл. То есть, и у него даже вот эти острые предметы к нему относятся с этой позиции. И вообще имеет отношение, что он должен как бы рассвет какой-то нести, то есть быть активным, инициативным. Ну, тоже на погодных явлениях это всё тоже строилось. А телец там – это уже середина весны считается, то есть такая хорошая устойчивая середина. Это фиксированный знак по этой причине. И когда уже ты всё порезал, тебя осталось посеять. Он там сеет, соответственно, зерно, наслаждается вот этим вот кайфовым солнышком там. У него всё уже… У него уже нету страшных переживаний по поводу прошедшей зимы, как он это пережил, да, там, скормил своих детей кому-то там, ещё что-то. Он уже забыл чуть-чуть немножко эти воспоминания, уже смотрит в будущее более открытым взглядом. Ну и, конечно, легенды, да, легенды – это просто вообще. Но они уже появились, например, легенды Древней Греции появились в начале нашего века, ну, в начале нашей эры, где-то плюс-минус, ну, может, чуть-чуть до. А вот астрология-то была и при шумерах, это вообще ещё за 3000 лет до этого. Поэтому легенды у них, конечно, тоже свои были. Ну, как-то это всё передавалось, вот, копировалось в своих интерпретациях. Это тоже, ну, например, тот же Овен, да, он связан с легендой про Нефелу, богиню Нефелу, которая, или её звали Тучкой ещё. Она, значит, детей, ну, она встречалась с мужчиной земным, родились у них двое детей, он был царём. Потом пришла мачеха, мачеха сказала, что она не хочет этих детей, ненавидят, и пошли вон, и решила их казнить, спустилась эта Нефела, спасла, подала им этого золотого Овна, он их отнёс на небо, и, типа, всё. Потом там одна девочка упала в пролив Дарданеллы, и, соответственно, Овен отнёс только мальчика. А там, когда он сел на землю, его, соответственно, перебил, точнее, убил местный царь, да, и золотой руно вот так вот. А потом уже аргонавты поехали за этим золотым руном. Ну, в общем, отсюда пошёл миф, что, значит, почему Овен изображается, он изображается вот как птичка летящая такая, вот, потому что он летать умеет, и это лётчики военные очень часто, да, и в том числе он очень любит детей, и если это врачи, то они спасают очень часто детей, хирурги всякие. Вот недавний, кстати, случай, доктор, онколог, то ли какой-то Овен, он тоже по знаку Зяка был, какой-то скандал, он там спасал детей, я не помню его фамилию, но, в общем, про него можно почитать в интернете, его что-то там пытались осудить, а он, типа, надо спасать детей. Ну, в общем, это вот Овеновская черта, он всё спасает детей, спасает братьев, сестёр, там, защищает, и у него, ну, тут надо очень глубоко нырять в эти мифы, чтобы проследить вот это следование. Интересно, что у Овенов, например, да, у них тоже перед ними идут рыбы, и очень часто у Овена в прошлом остаются рыбы, там, стрельцы, вот эти вот знаки даже в качестве, там, бывших и так далее, то есть там даже закономерность следования играет роль. И в целом, в общем, это всё вместе создаёт и погодные условия, и легенды, и какие-то наблюдения просто, всё это имеет смысл, вот. Но в целом, конечно, погодные условия, потому что когда рождались там те же скорпионы, да, и все их боятся, ну, потому что они рождались в самое депрессивное время для западной астрологии, да, когда там все просто не знают, как уже эту зиму пережить, и поэтому они тоже такие своеобразные ребята, вот. Ну, и так далее. То есть они не знали, съедят их или нет зимой. То есть приходилось драться за свою жизнь, вот. Так. Отлично. Тогда к следующему вопросу перейдём. Насколько мы знаем, для построения натальной карты нужны место, дата и время рождения. И вот у нас появился вопрос, что делать, если ты, например, не знаешь, во сколько ты родился? Да, это хороший вопрос. Тут есть такая процедура в астрологии, ректификация называется. Ректификация – страшное слово, на самом деле, всего лишь выяснение, уточнение точного времени рождения по прошедшим событиям жизни. По сути, мы подгоняем, грубо говоря, карту под прошедшие события так, чтобы всё сходилось один в один по трактовкам. То есть всё-таки у нас есть какая-то общая база, у нас есть какие-то основные правила, и, следовательно, по ним мы ориентируемся и пытаемся восстановить вот это время именно согласно вот этим прошедшим событиям в прогнозировании. Для этого клиент заполняет анкету. В анкете там обычно такие стандартные вопросы, как даты браков, даты разводов, даты смерти родственников, даты, там, не знаю, рождения детей, покупки крупные, крупные путешествия и так далее. И повышение, понижение на работе. Ну и, следовательно, из этих дат уже следует раскопки. Мы садимся и начинаем вычислять. Но это вот действительно уже такой реально математический процесс, нудный, пока ничего лучше не придумали. Хотя я уверена, что можно сделать что-то поинтереснее и получше, но пока недоисследовали. Поэтому всё это длится там по несколько часов. У кого-то 40 минут занимает, кто поопытнее, у кого-то даже и 20. Но такие начинающие, они там и по 3 часа сидят. И в целом, если чем больше разрыв времени, то есть неизвестно время, то тем сложнее и дольше это происходит. Однако бывает, что вообще невозможно восстановить время даже вот с такой процедурой. Тогда рекомендуется всё-таки обратиться в роддом, да, и где-то, по-моему, до 30 лет, что ли, там, они держат данные или до какого-то возраста, в общем, можно их восстановить. Вот. Такая информация. А если человек недоволен своей натальной картой, можно ли её как-то изменить? Ну, есть такие умельцы у нас, да, там, типа, как это, выключаю вам Сатурна, отведу Меркурий, там, что-то там натру, вычищу лилит. Нет, на самом деле, изменить её никак нельзя. Ну, вот есть, ну, считается, да, у нас вроде как левая-правая рука у хиромантов, считается, что вот направо и могут, вот, можно менять что-то, то есть, линии меняются, а налево и вот то, что никак неизменно. В астрологии тоже есть такое мнение, что, типа, если ты переедешь, да, то у тебя меняется сетка домов и, следовательно, меняются некие обстоятельства жизни, и ты можешь как-то вот повлиять на свою судьбу таким образом. Есть даже целые консультации по подбору места, куда лучше переехать и так далее. Но я не сторонник этого метода, потому что на практике работает он плохо, статистических данных по нему особо нет. Он молодой, ему всё, и 50 лет этому методу, и он не работает в прогнозировании. То, что не работает, ну, то есть, ты не можешь по такой карте прогнозировать, то есть, ты изменил эту карту, да, но в прогностике она не даёт результатов. Следовательно, ну, по-моему, эта карта явно ни о чём. Но люди верят, хотят верить, конечно, у нас всё, многое на вере основано, поэтому это всё в ходу. И я считаю, что всё-таки от себя не убежишь. Да, какие-то, может быть, обстоятельства действительно имеют место меняться с переездом. Лучше всего ты можешь что изменить в своей жизни? Это каждый раз, ну, что такое гороскоп? Это круг. Это, можно сказать, вот мы ходим как пони по кругу. И наша жизнь действительно циклична. Мы ходим по кругу. Год – это круг. 12 часов, 24 часа – это круг. Всё везде круг. И гороскоп – это круг. И вот мы, значит, соответственно, проходим… Мы можем одно и то же делать, проходя этот круг как пони, тупо повторяя одно и то же, или мы можем каждый раз подниматься как по спирали. То есть, да, мы будем идти по кругу, но каждый раз выше, выше, с осознанностью какой-то более высокой, с использованием своих сил, энергии, более, ну, талантов каких-то более продуктивных, да, с повышающейся уверенностью, и жизнь начнёт меняться. Даже та же самая статичная натальная карта, так называемая, или гороскоп, он же, он тоже будет уже трактоваться намного на уровень выше. Вариативность проявлений будет намного… Ну, вибрации будут выше, так скажем, всего, что происходит с человеком. Потому что он… Ну, всё-таки мы меняемся из года в год. Вот вы же не можете сказать, что в прошлом году вы были похожи на себя сегодняшнего. Да, были, но вот если взять 10 лет, однозначно вы почувствуете разницу, да. И вот то же самое с гороскопом. То есть, мы уже будем трактовать его через 10 лет не так, как 10 лет назад для вас бы его смотрели. И вот то же самое. Так что можно, ну, не то что карту изменить, но вот себя-то изменить точно можно в рамках этого всего. Так что… Отсюда вытекает вопрос. Что может рассказать о человеке астрологии, помимо личностных качеств и предрасположений? То есть, прошлое, настоящее, будущее. Можно ли как-то это увидеть в той же натальной карте? Абсолютно точно. Можно увидеть, на какой точке… В натальной карте можно увидеть, на какой точке ты сейчас находишься. И куда ты пойдёшь дальше. И что тебя ждёт потом. Ну, то есть, мы единственное, что должны, конечно, иметь связь с клиентом, в том плане, что мы не совсем ясновидящие, да, чтобы вот 100% описать, в какой вы комнате находитесь, да, там, или там, с кем вы сейчас вот поговорили по телефону. Но важно понимать из контекста разговора, вот в каком он сейчас контексте своём находится, да, и тогда мы можем предсказывать развитие событий. Всё-таки нам нужен с ним диалог. И, соответственно, по карте мы можем предположить… Вот нам человек приходит и говорит, я вот сейчас поступил учиться на бухгалтера, вот что дальше меня ждёт, я как бы пойду дальше в этой профессии, или я что-то поменяю, пойду вообще в другую сторону, да, там. И мы видим, что у него есть вот такие развилки, пути. В частности, мы видим, мы находим сигнификатор обучения бухгалтерии в карте. То есть, да, можно найти такой вот… Всего из 12 элементов, там 12 небесных тел, грубо говоря, в нашей школе, по крайней мере, рассматривается, можно уже увидеть этот сигнификатор и попробовать от него прям реально последовать по карте вперёд и предсказать, что будет плюс-минус дальше. Ну и также рассмотреть его аспектацию. И даже по наталу это можно сделать. А уж если подключить прогностическую астрологию, тогда там вообще огромный потенциал открывается, возможности более глобальных и более точных, детальных, так скажем, описаний, что именно будет ждать. Ну и, соответственно, мы увидим, он там поменяет профессию, поменяет направление, пойдёт ещё чему-то учиться, или он там встретит свою любовь, или там ребёнка родит и вообще в декрет сядет и нахрен забросит эту бухгалтерию. То есть вот плюс-минус мы можем ориентировочно подсказать, если мы знаем, где он сейчас. То есть нам, как в уравнении в математике, нужно хотя бы одно известное, чтобы уравнение дальше сложилось, как бы, да, из чего-то. Точка отсчёта, так называемая, где он находится. Вот, и потом уже всё вполне. Ну, недавно у меня был такой опыт, что я вот знаю точку отсчёта Навального, что он в коме, да, я предсказала, когда он из неё выйдет. Точный день. Ну и, собственно, можно, ну, как бы было понять, да, там умрёт, его ждёт смерть, или он там, вот было видно изменение, как бы, в этот день было видно, что должно измениться влияние положения его, и видно, что оно будет изменяться не к худшему, а к лучшему. Вот, собственно, на этом мы и делаем какое-то предсказание. Ну и то, что он в настоящем испытывает, вообще про его характер описать, да, это вообще самое любимое. Что к чему он склонен, куда астропсихологию применить там, вот все эти нюансы, откуда, почему он так действует, какая у него мотивация, какая скрытая выгода. Ну, тут уже прям реально психология пошла. Это тоже всё есть в астрологии. Поэтому, ну, многие идут именно учиться на астрологию, а не на психологию. Даже здесь прям, ну, всё вместе как бы есть. Так вот. Так. У меня, если честно, даже мурашки пробежали, когда вы рассказывали про Навального. Это что-то удивительное. Да. Но вы тогда немножко обречёмся к высокому. Мне кажется, каждый хоть раз, будучи влюблённым, находил себя на сайте совместимости по знаку Зодиака, где тебе в процентах покажут, насколько вы друг другу подходите. Вот. И вы сказали, что можно в натальной карте посмотреть, когда вы встретите любовь, а можно ли с помощью астрологии узнать всё-таки об этой самой совместимости. Да, конечно. Вы знаете, есть специалисты, которые прям любят эту тему, называется она «Синастрия». Вот. Это накладывают карту одного человека, гороскоп, на другой и смотрят, как у них там всё сочетается. Многие основываются на каких-то аспектах и пытаются, конечно, извлекать из этого слишком такие глобальные вещи, типа есть любовь, нет. Ну, вот так я не люблю, потому что любовь нельзя в гороскопе вообще увидеть. Это такие чувства, как вот осознанность, её невозможно понять, да, или уровень интеллекта тоже в гороскопе никак. Можно, конечно, говорить, что вот этот аспект, есть одна астролога, которая говорит, этот аспект тупого человека там. Ну, это бред, конечно, это неправда, то есть такого нельзя такие диагнозы ставить по карте. И, следовательно, мы говорим, что нельзя любовь найти, но вот если существует пара, то есть уже она существует, то какие-то её слабые стороны, на чём они могут из-за чего ссориться, какие точки примирения, как их там попытаться сохранить отношения, это всё реально. А если вот человек ещё не знает другого человека, описать тоже как вот партнёра, как вообще потенциально он себя может вести в отношениях, это тоже реально. И может ли он ему подойти? Тоже вполне. Но вот дальше всё всё-таки будет зависеть от нашей свободы воли, по большей степени. Да, мы можем сказать, у вас, в общем-то, хорошая совместимость, вы проведёте классное время. Ну вот грядёт там такой-то транзит, скорее всего, похоже на расставание, но вы можете его преодолеть. То есть если вы будете действительно чувствовать, испытывать друг другу, то у вас это может проиграться, как то, что вы, допустим, вместе рванёте за границу, потому что там одна и та же планета отвечает за развод и за такой резкий переезд, допустим. И в зависимости от того, и мы даже можем посоветовать им это сделать, если, ну, как бы они не на грани развода или там реально всё скатится к этому. Так что, в принципе, в астрологии очень широкий спектр возможностей, которые предполагают, что не просто, ну, предсказывать какой-то кошмар, что человек всё, он только вот может развестись, расстаться или не надо с ним встречаться. Я считаю, что если вы встретили человека, значит, уже есть повод для того, чтобы, ну, и у вас есть к нему какие-то чувства, вероятно, этот опыт вам нужен, вас к нему тянет, даже если он закончится, может быть, не совсем ликвидно, как вы думаете. И всё равно вы оттуда ресурс какой-то извлечёте. И поэтому астрологы слушать, типа там, встречаться, не встречаться, ну, и перекладывать ответственность, это тоже не очень правильно с точки зрения развития личности. А вот в текущих отношениях как-то рассматривать это всё, это да. Ну вот ты или просто про... Допустим, сегодня у меня была консультация, ко мне обратилась девушка, она сказала, предыдущий астролог сказал, что у меня какой-то вот этот... Мне очень нравится мужчина, и она сказала, что он будет изменять, он вообще там по одному какому-то положению сделала вывод, там он будет ходить налево, не встречайся с ним, будет, познаешь, там, горюшко, печаль, и всё такое в духе наших таких, не знаю, бабок-ёжек. В общем, она пришла очень расстроенная, и, конечно, зачем человек идёт опять к другому астрологу, потому что он всё равно не согласен, он же чувствует, что это не так, да. А вот что ты себя не слушаешь, непонятно. Зачем ты опять идёшь к астрологу, чтобы он подтвердил твои внутренние, да, ощущения? Ну ладно. Это... Я, ну, как бы ответила ей, что я вижу здесь учителя, что человек, он учитель, он философ, он бухает, что он от одиночества внутреннего прибухивает, но зато он очень умный, и зато с ним будет явно познавательно, так скажем. И даже если как-то у вас не сложится, этот опыт тебе точно будет, ну, чему-то тебя определённо с таким умным товарищем, ну, не то, что я, опять же, уровень интеллекта, да, там, а именно вот философский склад ума, склонность к каким-то таким вещам, вот, он тебя явно продвинет вперёд. И она говорит, как вы угадали, это действительно учитель, действительно очень одинокий внутренний человек, и вот он там бухает, действительно, ну и всё такое. То есть тут очень важно, чтобы астролог не просто рекомендации выдавал, да, и там говорил, встречаться, не встречаться, а всё-таки и предполагал какие-то свои собственные проблемы. Есть астрологи, типа им все мужики изменяли, они такие, и этот будет изменять вам, ну, то есть со своей какой-то. А чтобы он попытался описать вначале факты, то есть реальные факты того, кто это, что это за человек. И тогда уже можно ему, наверное, всё-таки верить, потому что если это совпало с реальностью, а если это вообще противоречит реальности, ну, тогда, мне кажется, что его советы и рекомендации лучше не слушать в этом случае. Вот так. Ну да, мне кажется, что это очень правильный подход, потому что люди могут искать в астрологах или в любых других экспертах вот... Ну да, опору своим внутренним ощущениям. Ну, мы их не можем за это судить, это тоже наш хлеб, что тут, конечно, велкам. Хорошо. Если нас... Если мы не спросим, я думаю, что нас не простят. Когда планета становится ветроградной, что происходит с ней и с нами? И меняли ли вы сами планы из-за планет в ветрограде? Так, ну вот тоже вот интересный момент. Значит, у нас сейчас основное количество планет, они повернулись наконец-то в директность. Ну и не то, чтобы стало сильно легче, перестало... Отсутствует теперь возможность на что-то сваливать свои проблемы. Но, значит, расскажу вам вначале с научной точки зрения, что происходит. Планета, конечно, никакая никуда назад не пятится. То есть с точки зрения астрономии и гелиоцентрической системы, то есть тогда, когда вокруг Солнца всё вращается, астрология это всё вокруг Земли продолжает рассматривать, то есть чтобы... Потому что нам интересно, что с нами людьми происходит. Вот. И планеты на самом деле движутся вокруг Солнца, и когда Земля в процессе того, как каждая на своей орбите это делает, да, движение совершают вокруг Солнца, и когда они друг друга нагоняют на орбите, потому что, ну там, орбита разной длины у них, соответственно, и скорость, соответственно, разная, и там свои какие-то физические характеристики, гравитация и прочее. Когда они поравнялись друг с другом, вот такое случается, то вот происходит такой эффект, как будто они в параллель встают, и нам кажется, с точки зрения Земли, что Меркурий вдруг идёт назад, а это мы его просто обгоняем, как бы, ну или он нас там, я не помню. Вот. И он как бы якобы идёт назад, с нашей точки зрения. Но это как вот в пробках вы стоите, да, и машина какая-то... Ей-то вам кажется, что она там... Ну то же самое. И, соответственно, вот этот эффект ретроградности, астрологи, конечно, для нас трактуют, что да, это всё влияет. Ну как это влияет? Влияет... Раньше астрологи древности считали, что когда планета отклоняется от пути Солнца, потому что в этот момент планета действительно якобы с нашей точки зрения, она перестаёт идти по эклиптике, она как бы меняет даже немножко широту, и, соответственно, идёт как будто против движения Солнца, её называли тайной обителью, что она прячется от короля и замышляет что-то злое против короля, и вообще она, короче, диверсант или там дивергент какой-то, и анархист. Вот, и стоит её бояться, потому что она какая-то вот не в уме, не в себе, раз она такое замышляет. Ну, на самом деле, всё это... всё это на практике сегодня это не имеет такой силы, да, то есть, если раньше возможно, это имело силу такую негативную, потому что тогда вообще время было, что все умирали от чумы, там, я не знаю, от каких-то кошмаров, выйдешь на улицу, ты умер просто, там, ты не дожил до 20, понятно, что каждый напряжённый аспект или каждое положение какое-то не такое трактовалось просто с десятком знаков-минусов, что это кошмар и ужас. А по факту сегодня у нас мирная, ну, относительно, мирное время и для большинства людей, поэтому трактуется сейчас всё немножко иначе. Да, ретроградность может изменить ваши планы, но в каком ключе? Я лично сторонник позитивных ассоциаций, и если вы позитивно на это смотрите и используете, то у вас открывается много ресурсов. Это возможность, во-первых, сделать то, что зашло ранее в тупик. То есть, вот вы давно собирались, хотели, что-то пытались сделать, стучались в открытые двери, у вас не получалось, вы забили, ну, и как бы решили там отложить, и вот когда ретроградность начнётся, вы вернёте, ну, вас вернёт к этому, и двери откроются, то есть, те запертые двери, они просто начнут открываться. Это рассматривается и в колюче. Ну, не продавалась квартира, она продастся. Там, не знаю, чуть-чуть условия поменять, она продастся. Не получалось понять какой-то предмет на учёбе, он поймётся, он осознается, и вы там даже самый сложный какой-то предмет в университете сдадите. Да, не получалось там, не знаю, поговорить с каким-то человеком нормально, выяснить ситуацию, да, до конца, то есть, закрыть какой-то гештальт, так скажем, в расставании том же. Как раз вы сможете к этому вернуться, поговорить и, наконец-то, разрешить эту проблему. То есть, в принципе, огромное количество ресурса даёт это состояние ретроградности. Но да, есть и минусы. Например, не рекомендуется что-то новое покупать, потому что действительно может прийти быстрее. Ну, так скажем, каждые несколько месяцев, каждые три месяца, допустим, у вас может возникать ситуация, что эта вещь будет нуждаться либо в каком-то обновлении, либо в ремонте. Если вы сознательно каждые три месяца её будете таскать на техобслуживание, допустим, тогда ладно. Или там менять её, апгрейдить как-то. Ну, допустим, свой блок каждые три месяца можно, если вы запустили на ретроградности, можно действительно каждые три месяца стиль обновлять, почему бы нет. Вот. Но бывает, что даже и это не сбывается с таким минусом, потому что всё очень индивидуально, и там как на вас это конкретно влияет, тоже вопрос. И если не сбывается, так скажем, ситуация, может так случиться, что, допустим, люди боятся устраиваться на новую работу в этот период, хотя именно в этот период прорыв какой-то случается. Я говорю, люди прям чувствуют, блин, как хочется сделать что-то такое, чего вот давно хотелось, там, поменять эту работу, там, выйти из каких-то там отношений, не знаю, что-то ещё, или купить что-то, вот прям очень начинает хотеться. Значит, если у вас внутри такой порыв, это же не случайно, да, то есть нужно слушать в первую очередь себя изнутри, а потом уже всё остальное искать именно как опорные какие-то костыли или точки своим предположением. И вот ретроградность, она не запрещает вовсе что-то делать, она говорит, что есть такая штука, что вы просто закончите это делать или вы расстанетесь с тем, чем вы вот начали заниматься, тоже на ретроградном Меркурии, но через сколько лет это случится, хрен его знает. То есть никто вам не ставит рамки, что это случится через три месяца обязательно. Просто это, да, это определённо закончится тоже на ретроградном Меркурии. Только через 10 лет это может случиться, через 20, может в 9. Ну вот некоторые говорят, я боюсь разводиться, ой, жениться там, или боюсь там начинать встречаться на ретроградном Меркурии. У меня куча пар поженилась по 15 лет вместе, и вот у меня есть пример в базе один такой, они познакомились на ретроградном Меркурии, и жена умерла там 80 лет, тоже на ретроградном Меркурии. Ну, ёпара стэ, серьёзно, поэтому теперь давайте не встречаться на ретроградном Меркурии, а то она, ну, как бы через 80 лет. Поэтому это просто отмерение какого-то вот, ну, для прогноза, для прогностики, это может быть интересный инструмент, как бы уточнить какую-то вещь. А так, для обычного повседневного, ну, я бы не стала настолько делать акцент. Да, люди очень любят сваливать все свои проблемы, но если вы на какие-то тенденции, да, на погоду, на плохое состояние, на то, на сё, нужно подумать о том, что, вот представьте просто сколько гаджетов у вас ломается, и там почта не доходит не в ретроградной Меркурии, да, ну, просто посчитайте, сколько логистических ошибок и так далее. Вы поймёте, что это абсолютно равноценно, примерно, плюс-минус ретроградному Меркурию. Самый пик, когда действительно на нас оказывается некая проблема, случается, это стационарность планеты. Стационарность планеты это три дня до и три дня после объявленной даты, когда Меркурий там или какая-то планета начинает ретроградить или заканчивает. То есть, вот недавно Меркурий закончил ретроградить, я не помню, какого числа, кажется, 4-го, ноября или 6-го, значит, мы считаем три дня до, три дня после, то есть, и шестое само, ну, то есть, неделя, грубо говоря, вот этого, да, будет пик каких-то таких ситуаций, действительно, и поломок, и всего остального, но не целый месяц, пока он там ретроградит, я вас уверяю, и вы даже не заметите, если честно, там разницы особой, вот на пиках энергии, когда он стопорится, да, там как грузовик с арбузами, встает резко по тормозам, эти арбузы в стороны раз это расфигачиваются, и действительно, вы ощущаете некий такой пик энергии, но тут опять же, как хорошее, так и плохое все вместе идет, то есть, как аксиома в планете заложенные, позитивные, отрицательные стороны ее воздействия, вот такая история. Да, я тоже думаю, что это разумный подход, потому что тоже, опять же, все сваливать, и все свои проблемы винить. Да, очень удобно. Да. Хорошо, большое внимание астрологи уделяют положению и фазам Луны. Вот, например, у вашей школы 11 дом, даже вышла отдельная книга, как мы знаем, посвященная непосредственно Луне. Расскажите, почему она занимает такое важное место в астрологии и как фазы Луны связаны с нашей жизнью? Фазы Луны наблюдались и, ну, вообще тоже древними, потому что изначально тоже она влияла на состояние растений, на урожай, и до сих пор есть такие огородники, календари, да, по лунным дням, там, когда расти будет, когда не расти. Ну и, конечно, Луна это планета, ну, точнее, небесное тело женское, вот, и с нашей точки зрения, и даже в философских каких-то трактатах она трактуется как мировая душа, то есть, если Солнце это мировой ум с точки зрения философов, то вот Луна это мировая душа. Ну, можно сказать, что она носит в себе очень много значений, и она очень близкая, так как это самое близкое тело к нам, и оно влияет даже на приливы-отливы, да, самая любимая штука астрологов, как объяснить, что астрология работает, значит, она влияет и на, ну, если она влияет на какую-то воду просто элементарно, да, то и на нашу собственную тоже воду, мы тоже состоим на 80% из воды, тоже влияет, и физически мы это чувствуем, и, соответственно, по настроению. Гиппократ, который вообще начал всю эту историю с медициной, более-менее научной, он также всегда придерживался знания о фазах Луны, он тоже никогда, он говорил, что тот, кто не знает астрологию, не доктор, не врач, вот, есть его высказывания такие, и на полнолуние никогда не делали операции, потому что очень много крови, вот, делали там на убывающей Луне, соответственно, потому что, опять же, организм как бы меньше, и этот лунный цикл, это месяц, то есть, это наш месяц, так его и назвали в честь лунного цикла, следовательно, 30 дней, так называемые, ну, там чуть меньше, чуть больше, и этот цикл очень похож на месяц, который, месячные женщины, то есть, тоже очень похоже, как вот женщина проходит эти стадии овуляции, там, да, какие-то еще, вот Луна, она точно такие же стадии проходит на небе, и мы тут вот на себе испытываем в разное время, ну, она влияет на настроенческий план, вот каждый день, она, каждые 2-3 дня она меняет знак, меняется фон, меняются условия какие-то, по ней прогнозируют, вообще, ну, как бы прогнозы на день составляют, вот то, что вы читаете, слушаете, вот эти общие прогнозы, они как раз отталкиваются от движения Луны, потому что у нее самая короткая с точки зрения Земли орбита для нас, и поэтому она движется быстрее всех, и раз она меняет быстрее всех положения, то по ней еще можно что-то предсказать вот такое в маленьких отрезках, ну, я вам скажу, Луна это очень сильный инструмент для предсказания, она и в хорарной астрологии, в натальной может очень, такие вещи, вообще, вот, если ее накладывать движение на натальную карту, и еще вот рассматривать движение по небу одновременно с этим, то можно прямо увидеть, что человек будет делать в ближайшие, там, несколько дней, какие, с какими ситуациями, энергиями он столкнется, у меня был случай, когда у мужа, коллега, у него, в общем, дочь попала в аварию, серьезно, это было совсем недавно, ее сбила машина, и она была совершенно в другой стране, он не знал, что будет, то есть не было связи с врачами, как, что она вообще выживет, не выживет, он сидел просто в ужасной паранойе, страдал, я открыла карту, и у меня только одно, ну, то есть, что я могу сделать, я могу по Луне, по движению Луны, понять, что ждет девочку, накладывая на ее натальную карту, и там было видно, что Луна движется за, ну, то есть, за Марсом, она идет, там, это планета красная, кровавая, вот, и планета врачей, у нее она отвечала за шестой дом, там, это дом врачей, грубо говоря, дальше там идет Нептун, потом какой-то еще, в общем, я говорю, она сейчас, в ближайшие дни, она переживет кровавую операцию очень сильно там, да, потом она будет спать, ну, то есть, у нее будет, как бы там, после этого какой-то восстановительный период, и потом она будет, ну, то есть, и там еще был переезд, то есть, надо будет ее перевести, потом эта операция, потом то, потом это, ну, и, в общем-то, скорее всего, она не умрет, не было указаний вообще в такой глобальной прогностике на это, и действительно, как оказалось, ей будут делать кровавую операцию, это там на бедре, то есть, у нее действительно бедро, когда начнулось там, Это самое кровавое место для операции, как бы считается, и прочее. Ну, то есть, такие предсказания мелкие вот в текущем моменте времени, то есть, вот здесь и сейчас по ней реально можно, ну, если вы знаете очень хорошо язык астрологии, можете сопоставлять факты, и дедукция у вас работает, то вот эти все вещи по языку астрологии очень можно хорошо выстроить цепочку, как бы, и плюс-минус в ближайшее время предсказать. Помимо этого, Луна влияет просто на настроение, вот полнолуние, новолуние, вы прекрасно ощущаете, в новолунии и полнолунии два состояния полярных у всех, ровно пополам делятся, либо полный упадок сил, либо, наоборот, дикий пик энергии, причем даже не на само полнолуние, новолуние, а где-то вот пару дней до, или там день до. И в этот момент, ну, что у людей, если вы, вы с полным энергией, вот из вас бьет источник энергии, вы приходите к человеку, который вообще на нуле, и пытаетесь что-то решать, но это довольно деструктивно проходит, вот, и сталкиваются вот такие разные состояния между людьми, и поэтому считается, что, ну, на людей лучше, ну, как бы в это время чего-то такого вот, где нужна концентрация, там, не знаю, разум какой-то, лучше, наверное, не планировать. Но вот для того, чтобы выступать, для того, чтобы делать какие-то собрания ООН, кстати, очень часто любят на полнолуние собираться, потому что люди больше подвержены влиянию. Вот, в этих состояниях там можно понаблюдать вообще, какие события происходят в мире на полнолунии, новолунии, отследить какой-то пик. Даже сами доктора замечают, что пациентов в это время активно становится больше, особенно в полнолунии, там вообще, ну, обостряется количество людей, обращающихся за помощью. Вот, и в целом, то есть это нельзя как-то индивидуализировать, но в целом мы говорим, что, да, настроенческие пики, там, животные тоже могут сходить с ума, там, не знаю, дети более агрессивно там еще как-то себя вести. В общем, настроение это влияет определенно. И, в общем, в гороскопе мы, конечно, на нее огромное внимание. Она в натальной карте, вот чисто в гороскопе, она рассматривается как место жительства, она рассматривается, где вы живете, как вы живете. Она имеет отношение к настроению, к эмоциям, к состоянию внутреннего ребенка, именно женского начала. Она имеет отношение к слабостям, беспомощностям, автоматизмам. Ну, в общем, у нее очень широкий спектр таких возможностей для интерпретаций. Поэтому мы уделили ей целую книгу, насобирали статей, она одна из самых популярных в описании, да, в описаниях вообще астрологов. То есть они любят ее описывать. И у нас, кстати, на следующий год выйдет уже следующая книга, либо это будет сборник моих статей чисто, у меня очень много их накопилось, либо это будет сборник чисто про лилит и узлы, их тоже очень любят много писать про них. Такие демонические немножко кармические точки, людям всегда интересно что-то такое с перчинкой. И орбита Луны, это тоже расчетные точки все еще той же Луны, то есть даже это. Ну, в принципе, в общем, такая история с Луной, поэтому рассматривать ее, конечно, нужно и важно. И по себе отслеживать, я считаю, тоже. А у нас еще по поводу как раз темы Луны был вопрос, как с Луной связан календарь стрижек. О, да, это тоже справедливо, потому что растущая Луна, следовательно, у вас волосы, если вы подстрижетесь, логично, что будут прирастать после этого, да, лучше. А если на убывающей, то, соответственно, сохранится форма и ничего не будет лишнего нарастать. Ну и вообще, когда что-либо делают, вот вмешательство в физическую плоть, то всегда знают, что на растущей Луне надо наращивать. То есть вот вы собираетесь наращивать волосы или ставить брекеты, или, я не знаю, пришивать себе что-то, увеличивать грудь, или там, ну, в общем, что-то приращивать к своему телу, тогда на растущую. Если вы делаете что-то, чтобы убирать, отнимать от тела, вырезать, вот, отрезать, то это на убывающую Луну, считается, что должно быть. Вот, и также подбирайте по знаку зодиака, и опять же, соотносите с вашей натальной картой, когда лучше делать, ну, допустим, вот, если у вас, смотря где у вас стоит Венера. Вот, Венера – это планета красоты. Вот, если она у вас в гороскопе находится, допустим, в конце знака зодиака Телец, то мы будем рекомендовать вам для красивых формы, для стрижки, чтобы это дольше держалось, идти на Луне в начале Телца, так, чтобы ничего там другое между ними, между Луной транзитной вашей Венерой не стояло, вот, еще, и, соответственно, чтобы, ну, примерно там, идти именно в это время месяца, чтобы уж точно все закончилось вашей красотой, так скажем. Вот, и другие такие, как бы, лучше индивидуально это смотреть, конечно, то есть общие рекомендации ГУД, но индивидуально тоже, ну, и также говорят, там, например, на Луне в Козероге лучше там идти, чтобы сохранилось тоже надолго, на Луне в Овне лучше не идти, потому что это быстро износится, ну, и так далее, и тому подобное, то есть есть по знакам рекомендации. А как составляются гороскопы, которые вы тоже упоминали, например, Надень, на что смотрят астрологи и как они интерпретируют эти данные? Ну, большинство астрологов смотрят просто на Луну, то есть, опять же, на движение Луны по гороскопу, по знакам Зодиака, на то, какие аспекты ей предстоят, на то, там, что она, есть такое понятие Луна без курса, это когда у Луны нету ни одного аспекта до выхода из знака, ну, в общем, трактуют всякую такую вот штуку и также смотрят на аспекты других планет, если они точно и достаточно сходящиеся, то их тоже включают в интерпретацию, но они бывают не каждый день, вот. И также правильные нормальные астрологи рассматривают ещё, ну, как бы вообще вот движение планеты от чего к чему она идёт, то есть там, допустим, Луна идёт, вот она сегодня была вначале в рыбах, и она шла за Хироном, то есть Хирон уже был в Овне, это означает, что Луна тянется к Хирону, ну, там, это астероид такой, да, и, значит, Хирон у нас там означает консультации, значит, человека будет тянуть как-то проводить консультации, он будет там больше стремиться общаться, подписывать какие-то договора, устанавливать какое-то равенство в отношениях, пытаться там добиться какой-то конкурентоспособности, ну, то есть не просто Луна в знаке, а как бы и не просто там аспект, а ещё вот это движение за, движение до, какой знак она переходит, тоже очень важно учитывать даже за несколько, ну, даже не то, что в тот день, когда она переходит или там уже перешла, а за день до этого уже начинает ощущаться, то есть там Луна в Водолее или Луна в Козероге переходит в Водолее, и за день до этого надо уже говорить, что рекомендуется там освобождаться от какого-то груза ответственности, потому что Козерог отвечает за ответственность, Водолей за свободу, и вот от ответственности к свободе, да, сделал дело, гуляй смело, вот, ну, то есть вот этот переход нужно как-то описывать таким образом, ну, и, конечно, следовательно, есть ещё другие, у кого какие приёмы, кто-то ещё карты Тарова подключает, чтобы там карту на день вытащить, но это всё такое субъективное, потому что он через себя это совсем трактует, вот карта всё-таки такая небо, там никуда не денешься, там плюс-минус все к одному выводу придут, а с картами это, ну, на мой взгляд, ежедневная такая штука не очень, вот, ну, в принципе, как-то, как-то так, мне кажется, ой, не кажется, я знаю, но, в смысле, я имею в виду, что да, вот как-то так. По вашим сегодняшним ответам можно понять, что, чтобы заниматься астрологией профессионально, нужно иметь большую базу знаний, и тем более, чтобы консультировать клиентов, поэтому вопрос, где астрологии учиться? Да, это справедливо абсолютно, то есть вот есть очень много сейчас популярных там, типа, быстрее навариться, за два месяца я вас сделала астрологом и прочий бред, ну, такие курсы вас астрологом точно не сделают, лучше даже не тратить время и деньги, ну, максимум, что вы научитесь, это зажигать солнце, вот, это популярная штука, СЗД, так называемая, еще раз пропиарим мою коллегу, ну, все, если вы просто вобьете это слово, то вы увидите, что все указывают на шарлатанство, на то, что это очень вредоносная вещь, и оно имеет две полярности, там, можно такого насоветовать, ну, за два месяца людей лучше, там, в общем, быстро бабки рубить, так скажем, ну, и другие подобные курсы, их много, и лучше, конечно, идти учиться в какие-то такие астрологию нормально, можно выучить, ну, натальную, например, да, ее минимум за год учат, минимум, а вообще еще зависит, ну, в академиях хоть по 2-3 года учат, вот, мы сделали за год в нашей школе 11 дом, потому что мы растянули лекции, у нас такой объем материала, то есть там и истории, и мифологии, и философия, и психология, и, блин, очень много нужно знать помимо, чтобы правильно понимать карту, помимо просто значения символов, что, чтобы самому вот этот принцип понимать и строить трактовки, а не копировать их из интернета, что мы, ну, мы бы не уместились, конечно, в год, мы бы тоже, у нас бы пришлось бы это растягивать на несколько лет, но мы понимаем, что это не дополнительное, ну, то есть это дополнительное образование, которое не основное, никто не будет больше года этим заниматься, поэтому мы специально решили растянуть лекции, у нас лекции от 7 до 12 часов идут, да, причем за те цены, которые вообще продают какие-то безумные курсы, там один час занятий в неделю, вот, а у нас как бы там два раза в неделю по 7-12 часов материала, потому что мы его вот так вот сжали в год таким образом за счет длинных лекций, ну, в общем, тоже, благо сейчас техника позволяет на ускоренном перемотке все смотреть в два раза, да, и у тебя лекция, опять же, сокращается в записи, вот, плюс можно использовать методические материалы, если некогда смотреть, там, можно как-то разбивать лекции и смотреть не все, благо есть, опять же, тайминг, вот, и, собственно, натальная астрология, она вот минимум этот год, вот, причем желательно пообъемнее и помощнее, как бы, количество часов, вот, а прогностическая астрология, ну, если вы уже знаете натальную, то прогностическая занимает, ну, полгода, тоже по несколько, там, раз в неделю или один раз побольше, полгода, в принципе, ну, можно побольше тоже, там, два года в общей сложности, да, допустим. В академиях московской, там, которые признаки, ну, как бы считаются у нас среди астрологов уважаемыми, потому что они очень старые, даже не потому что они хорошо преподают, а потому что они уже старые, и как бы, ну, как бы уже есть какой-то, знаете, как символ такого вот, не знаю, устойчивости, мамонты такие, вот, они преподают по пять лет, там, в общем-то, прогностику натальную и так далее. Есть еще разное ответвление астрологии, которым тоже можно учиться, это харарная астрология, это астрология вопроса, так называемая, потом есть отдельно подбор времени, им по три месяца там учатся обычно, ну, не больше, три-пять, есть вот эта синастрия отдельно тоже преподают, причем астрология просто у них столько направлений, ответвления, что ее там делят, бьют на разные, там есть астрология бизнеса отдельно, есть астрология медицинская отдельно, ну, в общем, кто что любит больше, у нас в курсе все основные точки включены, то есть вот за этот год мы проходим все очень важное, основное, ну, а потом, если нужно что-то добрать, то вот есть такие дополнительные курсы, ну, то есть в нашей школе есть практически все курсы, какие нужны, но также либо идти нужно вот в такие уже академии, в которых тоже этому уделяют достаточно тщательное и дотошное внимание, а не вот эти вот курсы по два месяца, то есть не тратьте на это время и деньги, лучше вообще не идите тогда в астрологию, если не готовы как бы учиться, заниматься, это действительно такая, извините, но за пять тысяч лет сколько они накопили опыта, сколько нам нужно передать. Конечно, до нас некоторые, ну, не все достоверно дошло, может быть, или какие-то обрывки, но мы пытаемся восстанавливать, поэтому это действительно стоит времени, это действительно долго. Так что нужно понимать это сразу, идя сюда, и что это непросто. Вот. И для того, что сейчас в Инстаграме появилось как раз много этих курсов, про которые говорите по два месяца, также появилось, появились сотни страниц астрологов, и не всегда количество подписчиков, это показатель профессионализма. Поэтому вопрос, как найти хорошего астролога? Ой, это моя любимая тема, у меня как раз недавно тоже взяли интервью на эту тему, вот скоро статья в журнале выйдет. В общем-то, на самом деле, первый признак того, что астролог адекватен, это то, что он, ну как сказать, ну вот надо с ним, конечно, пообщаться, то есть по странице вы не поймете. Ну, если говорить чисто по странице, вы поймете, что, допустим, у него в постах вот просто такой маркетинговый совет даже, да, что у него количество подписчиков равняется, ну там, 10% от этого количества лайков, потому что если это накрученные подписчики, то там будет там, не знаю, 100 тысяч подписчиков и 40 лайков на посте, ну серьезно, или там комментарии все одинаковые там со звездочками или что-то, но это тоже накрутка определенная и все. Вот, то есть должно быть, лучше мало подписчиков, но много лайков, то есть вот по лайкам судите, потому что именно это больше всего отображает. Инстаграм, по крайней мере, ставит какое-то ограничение на эти лайки и так далее. Вот, там нельзя так делать, если это не натурально. Потом второй момент, астролог, который адекватный, он не затрахивает вас рекламой, он не ходит, ну, есть такие прогревающие эти сторис, да, окей, я понимаю, маркетинг, это все нужно, но это не происходит вот так, что прям 24 на 7 купите у меня консультацию, ну купите уже, ну купите. То есть это похоже на то, что никто, никому он не нужен. То есть, а если он никому не нужен, значит нет сарафана, если нет сарафана, значит никто его не рекомендует. Ну, нафига тогда к нему идти. Третий критерий, который еще до общения с астрологом можно понять, это его в статьи, это его труд на просторах интернета, насколько он вообще, какой информацией он делится бесплатно. Вот, есть ютуб у многих, да, есть статьи в инстаграме, есть статьи в других соцсетях. Читаем, изучаем, насколько это на меня похоже, насколько он понятно и просто объясняет. Это тоже важно, потому что есть астрологи, которые почему-то думают, что окружающие это какая-то, ну так, ну типа возвышают себя над другими, а эти, значит, нелюдь, и можно писать очень заумными словами, чтобы все думали, что они тупые, короче. Ну и, соответственно, еще сильнее усложняют. Ну, соответственно, и на консультацию он вам нормально ничего объяснить не сможет, он будет сыпать терминами и думать, что он молодец. Вот, тоже не очень, но и слишком просто, и слишком попсово тоже нехорошо. То есть тут должна быть какая-то, ну, адекватная золотая середина, что эта информация не скопирована из интернета, желательно, то есть там что-то похоже, ну, то есть можно проверить, тупо вставить какой-то кусочек текста, да, в Google поисковик и посмотреть, насколько это оригинально. Вот, ну это не должно быть чисто прознатель из дяка, и должно просто вот, по крайней мере, с вами совпадать душевно. Вы должны чувствовать, что отзывается, что действительно то, что он пишет или рассказывает на YouTube, вы ощущаете, как действительно правду. Можно, либо, если он прогнозист, следить за его прогнозами, да, насколько они сбываются, даже элементарно по знакам зодиака на YouTube, да, некоторые делают тоже вариант. И тогда уже после вот такого ознакомления с ним заочно, можно приступать к контакту очно. И тут важно, чтобы астролог, во-первых, предоставил вам обязательно анкету для ректификации, если особенно консультация подразумевает какую-то прогностическую тему. То есть он будет прогнозировать вам, тогда определенно нужна эта ректификация, он должен дать вам анкету для заполнения. Либо он может быть с напарником. Некоторые астрологи сами не занимались ректификацией, может, потому что у них еще опыта не так много, зато цена низкая, допустим, и вам ближе, чтобы цена была низкая, ну пусть не такой прям стаж. Тогда проси, ну, он, у него обычно есть напарник, который более опытный делает эту ректификацию. Следовательно, то есть он должен вам это время... Другое дело, если вы натальный, ну, просто по натальной карте что-то, какую-то консультацию делаете без прогностики, тогда достаточно бирки. То есть если есть бирка, то можно без этого обойтись, окей. Тогда, ну, хотя тоже, конечно, ну, немного простительно, если это не стоит каких-то бешеных бабок, то простительно. Потом можно сказать, что чем выше цена у астролога, считается тем, типа у него длиннее очередь? Ну, это, возможно, справедливо, да. То есть некоторые астрологи, которые уже стали популярными, да, у них действительно цены высокие, потому что действительно к ним идут и идут и идут потоком. Еще момент рекомендаций. Ну, конечно, надо слушать, не читать у него отзывы, а реально написать его клиентам или там студентам, или с кем он там, в общем, вынюхивать, так скажем, можно сказать, что они действительно скажут. Вот, а не просто вот эти отзывы, которые тоже можно написать и выставить, как бы, не вопрос или там. Ну, понимаете, ни один астролог нормальный, да и вообще любой, кто оказывает услуги, не выставит вам какой-то негативный отзыв. А зачем, собственно, да? Но вот если при личном общении, может быть, вам человек, от которого он выставил отзыв, скажет что-то больше, что он, допустим, не сказал так. Это тоже вариант проверки. Ну и, конечно, при общении вы можете проверить астролога, вы имеете на это полное право. Ну, во-первых, астролог не должен вам тупо сыпать рекомендациями. Если вы приходите к нему, он такой, я вам советую, и понеслась. Ну, то есть, типа, вот, делайте то-то, лазите на гору. Ну, тоже такое себе, получается, он о вас ничего не рассказал, но уже все советует. Такой молодец вообще. А пусть он о вас что-нибудь расскажет. То есть, вот, попросите его все-таки, ну, даже он должен, в принципе, это делать. Он должен констатировать какие-то факты о вас, о характере или о событиях в вашей жизни, или еще о чем-то. Если он этого не делает, ну, спросите прямо-прямо. Они, многие начинают обижаться. Ой, вы что, хотите, чтобы мы фокусы вам тут показывали? Мы же не фокусники. Ну, ёпарасетэ, ну, если ты профессиональный астролог, то ты, в принципе, можешь плюс-минус понять какие-то такие, ну, хотя бы характер ты можешь понять, хотя бы это ты можешь. Ладно, события. Действительно, может быть, вариативно достаточно, но характер-то точно. Вот, и, следовательно, какие-то особенности личности. То есть, он должен не только сыпать рекомендациями, как сейчас популярно и принято, а давайте я вам там советую, а он должен все-таки стараться вас описывать в том числе, да. И если нет, тогда попросите его раторопрогноз, попросите его вам, допустим, если особенно прогностическая консультация, дайте какую-то дату крупного события только, я вам сразу скажу, мелкие какие-то лучше не давать, это действительно непросто найти. Вот, дайте крупную дату свадьбы, дату там этой, скажите, вот дата, что в эту дату произошло, как вы считаете. Или от обратного, скажите события, типа, вот когда я вышла, когда у меня был брак, в каком году хотя бы, то есть, можно не месяц там конкретный, но... И нормальный астролог, который понимает, он это сможет сказать. И также можете спросить его заранее там, а возвращаете ли вы деньги в случае, если консультация мне не понравится, или какую-то часть, то есть, обезопасить себя. Если астролог скажет, да, конечно, там, без проблем, это нормально у нас практика. То есть, если что-то не понравилось у нас в школе, например, мои выпускники, я за уши буду драть, если они так поступят с клиентом, не дай бог, что-то... Ошибки, ладно, все ошибаются, у нас и врачи ошибаются. Главное, чтобы за это можно было возвращать, и нужно было возвращать хотя бы часть стоимости. Потому что я понимаю, что, да, есть время затраченное на работу, оно тоже как бы важно. Ну, бывает, что ты пошел не тем путем. У всех бывают такие ошибки. Но, тем не менее, возвращать нужно. И вообще лучше всю стоимость. Потому что, чтобы потом не было проблем. Потому что репутация дороже, намного дороже, чем если вы потом будете до этого страдать. Ну, и, наконец, последнее. Это то, что астролог не должен вас запугивать. То есть, если он говорит о том, что вы никогда не выйдете замуж, или у вас бесплодие, или там вы заболеете страшной болезнью, или что-то будет с вашими детьми, или еще какую-нибудь дурь несет, сразу просто вставайте и уходите. Потому что, ну, адекватный астролог так не делает, диагнозов он не ставит. Он не врач, чтобы там, и не какой-то там боженька. Да, он, если он видит какой-то риск для вас, и какой-то там, допустим, что да, действительно у вас есть такая фишка, что вы можете влезать в какие-то там треугольники отношения с мужчинами не совсем порядочными. Он скажет, ну, вот есть такая тенденция, но вот вам варианты, как можно этого избежать. То есть, он не то, чтобы вас будет запугивать, а будет искать способы, как вам найти путь. Да, такая логистика определенная. И способ найти вам выход из подобного положения. И еще, все-таки, совет теперь для клиента. Ну, да, и после такого астролога вообще выйдите с каким-то поднятым настроением. Возможно, он не ответил. Ну, вообще, астролог должен давать время еще на то, чтобы ответить на все ваши вопросы оставшиеся. То есть, он провел консультацию, потом говорит, я даю вам обычно там неделю или несколько дней на то, чтобы вы прочитали, подумали и задали мне какие-то по этой консультации дополнительные вопросы, чтобы у вас не осталось каких-то, ну, висяков, так скажем, внутренних, что вы что-то не поняли или еще что-то. Это тоже важная этическая практика. Не все это делают очень жаль, но, как бы, такой момент, что вы после консультации с астрологом в любом случае должны почувствовать прилив сил, что он отдал вам какую-то, вот, ну, мотивирующую силу вообще меняться, улучшать свою жизнь, что он дал вам видение перспектив, возможностей, вы поверили в какую-то возможность для себя, вот, открыли что-то новое и прочее. А если вы чувствуете после астролога, как будто на вас паразитировали, и упадок сил, и вообще на физическое состояние, как бы, оно такое в упадке, то, ну, явно, явно так себе. Вас поимели, грубо говоря, поздравляю. Вот, и, конечно, это все такой рынок и такая индустрия, которая полна просто огромным количеством шарлатанов, потому что мы не признаны как наука, у нас нет критериев, которые могли бы это там жестко и отсеивать. Любой может назваться астрологом и сказать, привет, ребята, я тут астролог, вот, и вперед. Поэтому можно еще отслеживать по тому, где он учился, то есть у кого он учился, как он учился, там, допустим, ну, там, Академия Левина, допустим, я не знаю, Шестопалова, там, какие-нибудь, даже Глоба, Авестийская школа тоже, хотя у них такие мастодонские довольно методы, но, тем не менее, это хотя бы хоть какой-то критерий, что человек прошел довольно непростой объем знаний, потому что они его дают. Там, наша школа, 11-й дом, там, у нас есть еще Павел Андреев, Константин Дороган, но это вот адекватные астрологи, которых считают, в принципе, на рынке как бы, ну, и вот их ученики, они обычно тоже стараются не падать в грязь лицом, то есть, по крайней мере, они старательные, потому что объем знаний, которые дают эти учителя, это действительно серьезный объем, то есть, это, если ты его осилил, то, значит, ты, в принципе, и консультацией будешь подходить старательно, так же, как к такой учебе, вот, хотя бы эти критерии. Ну, а дальше уже, дальше уже, конечно, ваше дело, ну, я не могу сказать, что диплом какого-нибудь вот астрологического вуза, он имеет какую-то силу, он, можно подтереться, в принципе, потому что у нас в России не котируется, в принципе, профессия астролог, и ни одна школа не выдает официальных дипломов, которые позволили вам официально устраиваться на работу. Если вы видите, что, как бы, школа аккредитована, как пишут уже Стопаловы или у какой-нибудь Инны Любимовой, то это бред. То есть, я имею в виду, что это покупается за 70 тысяч рублей, мне вот сейчас предлагают. Это абсолютно официальная услуга, вас аккредитовывают как образовательное учреждение, но это ваше, ваше, как бы, вам плюсик, я не знаю, в престиж, а людям все равно это не даст никаких официальных дипломов, это государственные законы, тут против них не поплешь, хоть покупай эту аккредитацию, хоть не покупай. Ну, там просто надо документики собрать и все. Вот, так что, такой момент, что тут просто момент, что вы знаете, разбираетесь в этом рынке, и чтобы заказывать консультацию астролога, я бы, наверное, будучи клиентом, поварилась в этом всем, почитала бы разных астрологов, посмотрела бы разные видео, послушала бы, какие школы там адекватны, потом бы уже начала присматриваться конкретным консультантам, а не просто с наскока бралась бы за первое, что вам попалось. Вот, и также такой момент, что, опять же, даже идя в какую-то школу или еще что-то, вбейте имя астролога, вот, которым вы собираетесь, и напишите рядом «мошенник» или «мошенница», и вот вам выпадут варианты, что на этого астролога есть. Если на него там каких-то, ну, максимум какие-то обсуждения на форуме, каком-то левом совершенно, да, ну, это может быть ни о чем. А вот реальные такие есть структуры, есть сайты, которые собирают мошенников, там, отзовик тоже там какой-нибудь серьезный, ну, какие-то такие серьезные сайты, то тогда, наверное, стоит, есть повод задуматься, и там будут и негативные отзывы в том числе. Ну, и плюс, когда вам сдали консультацию, астролог сдал консультацию, вы ее, пожалуйста, проверьте тоже, вы скопируете словечки-то оттуда, предложения в Google вставьте, если там окажется, что он тупо скопировал, вставил трактовку, ну, верните деньги назад просто, потому что это не дело, это не такая работа, что надо копировать и вставлять. Ну, и, наконец, клиенту тоже совет еще один, наверное, все-таки постарайтесь понять, что у вас все равно останутся вопросы, даже после любого самого крутого астролога, вы никогда не будете удовлетворены окончательно, по той простой причине, что если вы пришли к астрологу, значит, вы человек пытливого ума, и вас парит, вы ищете смысл жизни, вы ищете ответы, вы, скорее всего, не пойдете сразу делать то, что посоветовал астролог конкретно, и не потому, что он плохой, или не потому, что его советы неправильные, а потому, что не настала та точка, из которой вы должны идти что-то делать, то есть не пришло ваше время, так скажем, чтобы начать. Но когда оно придет, вы сможете по достоинству оценить то, что, возможно, сказал астролог. Ну, и, возможно, вы пройдете не одного астролога, опять же, в поисках, есть люди вот такие, которых вечно ищут ответов, и поэтому я говорю, что консультации обычно человек не удовлетворяется никогда, он идет учиться, потому что астрология после учебы позволяет уже ответить самому себе на все, что угодно. Вот, и это куда более эффективнее и быстрее, чем, ну, как бы, менее затратно получится, мне кажется. Вот так. Катерина, спасибо большое за такой подробный чек-лист, потому что незнающему человеку, мне кажется, ну, правда, просто невозможно ориентироваться на рынке сейчас. Я думаю, мы с вами немного понизили доверие к шарлатанам. Да, да, надеюсь, очень надеюсь. Вот, возможно, поможем кому-то. И, наверное, последнее, что мы хотели бы у вас спросить, если после нашего кто-то захочет углубиться в тему астрологии, но не настолько, чтобы там проходить целиком курс, а просто сделать небольшой шаг на пути в эту объемную тему, какую книгу, например, для начала вы бы посоветовали? Ну, лично я начинала с Джона Фроули. Когда я ничего не знала, я открыла его книги. Джон Фроули — это харарный, причем традиционный астролог. Он такой по старым лекалам, но фишка в том, что он пишет так просто, так смешно и так понятно, что, в принципе, ты очень быстро схватываешь. Даже самый тупой человек наверняка, ну, не тупой, в смысле, а самый такой вот, не совсем разбирающийся, мне кажется. Он с его языком сразу адаптируется и поймет. Единственное, что главное, на нем не застревать. То есть вот прочитать все его книжки, как такое даже художественное, больше чтиво, и там разобраться в планетах, знаках, домах, он все это очень легко объясняет. Вот. А потом переходить уже к какой-то следующей литературе, потому что он ограничивается только семью планетами, да, но для начала это как раз самое то, хватит как бы семьи, да, а потом уже идти к чему-то большему и развиваться. Вот. Ну, либо для начала так, потому что Джон Фроули, он преподает астрологию вопроса. То есть это конкретный вопрос, это не натальная карта, это именно астрология вопроса, она наиболее простая, и можно потом практиковать на, прям реально сразу с места в голову. Много там учить не нужно. Вот ее как раз и за три месяца на курсах проходит, и по книжкам его легко освоить. С нее раньше в традиции начинали вообще освоение астрологии, потому что она была простой. Вот. А потом уже переходить к натальной. Ну, либо, если уже очень хочется, тогда можно начать читать там, ну, какие книжки в основном советуют. Стефана Ройера есть из «Рейтейля». Там просто авторы довольно сложно пишут. Современные авторы есть, но я в них совсем не разбираюсь, я читала только таких, более мастодонтов. Ну, например, Вронский. Вот Вронский, у него, в принципе, есть умные мысли, но там целый десятитомник, и там, Андрей, начинаю, и сначала до конца идет, но там есть такие трактовки очень крайние, так скажем, и не все надо принимать на веру. Вот. Ну, можно почитать Марион Марч и Марк, этот, Эверс, по-моему, да, это энциклопедия астрологии, тоже такая для начинающих. Там тоже нормальный подход. Ну, Дорогана можно почитать. Он не для... Учебники для начинающих не писал, но, в принципе, если начать его читать, там, в общем-то, разобраться по ходу дела можно. Вот у него язык более-менее тоже простой и понятный. То есть вот, ну, я бы Фроуле Дорогана советовала, наверное, для... ну, чтобы вот с простым языком. А потом уже переходить к каким-то заумностям дальше. Вот. Так, какие дела? Все. Я думаю, что у нас вопросы закончились. Катерина, спасибо большое. Спасибо. У нас получился очень насыщенный и, как мне кажется, самое главное, понятный разговор. Будем надеяться, что да, понятный, потому что там тоже были всякие странные термины. Ну, я старалась объяснять, насколько можно просто. Спасибо вам большое, девчонки, и надеюсь, желаю успехов вашему подкасту, чтобы он развивался. И сила Юпитера да пребудет с вами, как говорится. Спасибо большое. Спасибо. И спасибо всем, что послушали этот выпуск. Если вас заинтересовала тема астрологии, переходите в Инстаграм Катерины, Катрин Диа и ее автошкола «Одиннадцатый дом». Спасибо. Мы будем рады вашим оценкам и комментариям на подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Благодарю. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.